Подготовка молодежи к военной службе, мобилизация на территории всей Российской Федерации. На военные комиссариаты возложены задачи, от своевременного и качества выполнения которых зависит состояние боевой готовности и безопасности нашей страны. 8 апреля военные комиссариаты России отмечают 100-летний юбилей. Сотрудников военкоматов чествовали в правительстве Московской области. Со знаменательной датой ветеранов и нынешних работников военкоматов поздравил министр по безопасности и противодействию коррупции Подмосковья Роман Каратаев. Отличившимся сотрудникам он вручил награды, а также благодарности губернатора и правительства региона. Ваша работа приобретает особое значение в условиях непростой внешнеполитической обстановки. Все мы смотрим новости и понимаем, насколько важно сейчас обеспечивать обороноспособность нашей страны. Военные комиссариаты Подмосковья занимают лидирующие позиции в Российской Федерации. Под руководством генерала-майора Вячеслава Петровича Мирошниченко вы добились замечательных результатов. Пожелать всем крепкого здоровья, удачи и успехов на благо нашей великой Родины России. 8 апреля 1918 года декретом Совета народных комиссаров были учреждены комиссариаты по военным делам, сыгравшие значительную роль в создании Красной Армии, а затем и вооруженных сил страны. С тех пор от работы ведомства зависело многое. В первую очередь мобилизация населения в годы трагических военных событий, призыв молодежи на службу Родине. Второе место в региональном рейтинге по призыву занял Щелковский военный комиссариат. Благодарностью губернатора на торжественное мероприятие был отмечен руководитель организации Александр Спиринг. Очень приятно, что это произошло, что это было сделано. Люди здесь увиделись, люди будут награждены, люди встретились, пообщались. Приятно, что помнят их заслуги, что помнят об их работе, что их работу очень хорошо ценят. Я горжусь, что выполняю задачи поставления государства на благо государства и на благо нашей Родины. Действительно, мы заняли второе место в середевальных комиссариатах Московской области. Чем, наверное, мы гордимся этим? Это благодаря нашим сотрудникам. В завершении торжественного собрания, посвященного 100-летнему юбилею, состоялось выступление ведущих исполнителей и творческих коллективов региона. Эх, Россия, Россия, в синице во платье, береги свои силы, уши слез твоих хватит. Александра Гранич, Игорь Поляков, телерадиокомпания Щелково.